Итак, уважаемые зрители, в эфире программа подробностей. Будьте, пожалуйста, внимательны, потому что сегодня мы отвечаем на многочисленные вопросы, которые поступают не только в редакции средств о своей информации, в налоговую службу, да и в другие властные органы. И они касаются, как говорится, самого насущного для очень и очень многих. У нас в студии заместитель, руководитель управления Федеральной налоговой службы по нашей области Алексей Васильевич Лощенов. Здравствуйте. Алексей Васильевич, большое спасибо, что пришли, потому что для вас готов перечень вопросов от зрителей. Вопросы так специфические, мы их сами даже придумать не могли, все зрители. Поэтому давайте вот так мы и поступим. Я буду, пользуясь подсказочками, документами задавать, ну а вы уж, пользуясь своими цифрами, отвечать, если нужно. Итак, напомним, давайте, что налоговые органы области провели массовый расчет имущественных налогов физических лиц за минувший год. В августе будет завершена рассылка налоговых уведомлений и платежных документов всем тем, у кого есть недвижимость. Это квартиры, жилые дома, дачи, земельные участки, транспортные средства, расположенные или зарегистрированные на территории Рязанской области. Видите, пока я все точно, чтобы не сбиться. Итак, каковы результаты этих мероприятий сейчас? Ну, такая компания по расчету имущественных налогов физических лиц, я напомню, это одновременно три налога. Это земельный налог, транспортный налог и налог на имущество в виде объектов капитального строительства, квартиры, дачи, жилые дома. Она проводится традиционно налоговыми органами. Вот в этом году мы направили налогоплательщикам более 780 тысяч налоговых уведомлений. Практически, да, каждый третий житель Рязанской области участвует в мероприятиях, касающихся уплаты налога, будучи владельцем того или иного налогооблагаемого имущества. И мы разослали налоговые документы, налоговые уведомления, платежные поручения на уплату налогов за налоговый период 2013 года. Если говорить о цене, вопрос на цифрах, какое количество налогоплательщиков, объектов налогообложения охвачено по тому или иному налогу этими мероприятиями, то порядка 240 тысяч владельцев транспортных средств, 400 тысяч владельцев объектов капитального строительства, 420 тысяч владельцев земельных участков будут проинформированы налоговыми органами с направления налоговых документов, налоговых расчетов на исполнение своих налоговых обязательств. Сроки уплаты этих налогов в этом году, 5 ноября 2014 года. На что мы обращаем внимание наших налогоплательщиков сразу? Получив налоговые уведомления, конечно, не нужно их откладывать в долгий ящик. Это кажется, что ноябрь достаточно отложенный такой период времени для исполнения своих обязанностей по уплате налогов. На самом деле, традиционно, в спокойном режиме, досрочно, вот остается более двух месяцев для исполнения этой обязанности, ее необходимо выполнить свои налоговые обязательства, необходимо погасить перед бюджетом. Все эти налоги идут в местные бюджеты, в бюджеты муниципальных образований и в региональный бюджет Рязанской области, что касается транспортного налога. В этом году мы также во взаимодействии с регистрирующими органами. Дело в том, что администрирование этих налогов осуществляется на основании информации, которые к нам поступают из рекорганов. Это органы ГИБДД, Росреестра, Гостехнадзора, Геймса, Ростехинвентаризации, ЗАГСа. Огромное количество органов, их более 15 взаимодействуют с налоговой службой. Прежде чем проводить расчеты, массовые расчеты имущественных налогов на такую сумму, а я еще раз акцентирую внимание на общее количество налоговых платежей, которые мы ожидаем мобилизовать по итогам исполнения гражданами, рязанцами своих обязанностей по уплате тех налогов, это более миллиарда трехсот миллионов. Такая значительная сумма. Поэтому в этом году мы проводили серьезную массовую подготовку к исчислению тех налогов. Связана она была с верификацией баз данных. То есть мы сопоставили, актуализировали, дополнили наши информационные ресурсы теми объектами, по которым ранее не проводился расчет имущественных налогов. И вот более 35 тысяч новых объектов налогообложения мы в результате этих верификаций отыскали, внесли базы данных и также направили налоговые расчеты владельцам налогооблагаемого имущества по таким налоговым обязательствам. Такая фантастическая работа. Ну она не столько фантастическая, сколько трудоемкая. Трудоемкая. Трудоемкая, сопоставимая. Да, конечно. Это нужно задействовать огромное количество информационных ресурсов. И главная эта работа была направлена на реализацию того плана мобилизации дополнительных налоговых платежей в условиях реализации поручения правительства Рязанской области, Федеральной налоговой службы, которая позволит как раз выявить те объекты, по которым ранее по тем или иным причинам, объективным, субъективным, не проводился расчет налоговых обязательств. Поэтому не удивляйтесь, если в налоговом уведомлении вы увидите расчет не только налогов за 2013 год, но и за предшествующие налоговые периоды 2011 и 2012 год, по каким-либо причинам вам не были направлены налоговые документы для уплаты налогов. Я фильм вспомнил. Всем выйти из сумрака. Значит, вот так вот. Разрешите второй вопрос. Каковы причины изменения величины имущественных налогов, подлежащих уплате рязанцами? Возможно, мы начали частично отвечать, но вот спрашивают люди. Вот по каждому налогу существует свой набор причин. Я сейчас постараюсь обозначить основные из них. Ну, скажем, земельный налог рассчитывается налоговыми органами на основании информации из различных источников. Ну, первое – это сведения о налоговой базе, кадастровой стоимости земельных участков, исходя из которой рассчитывается обязательство по этому налогу. Такую информацию нам поставляют органы Росреестра. Если проводились изменения в сведениях о кадастровой стоимости, соответственно, изменения могут быть как в большую, так и в меньшую сторону. Соответственно, меняется и величина налога. Второй фактор, который влияет на размер земельного налога – это налоговая ставка. Я напомню, что в налоговом кодексе определяются потолки, то есть предельные значения налоговой ставки, скажем, по садовым, огородным, дачным участкам – 0,3% от кадастровой стоимости. Но вот конкретные ставки налога, они задаются представителями органами местного самоуправления. То есть муниципальные образования могут увеличить, уменьшать налоговые ставки в пределах потолков, предусмотренных налоговым кодексом. Соответственно, налоговые органы применяют те ставки, которые заданы муниципалитетом. Третий такой серьезный фактор – это изменение отдельной характеристики объекта налогообложения, скажем, изменение разрешенного использования земельного участка в течение налогового периода, который отражается на величине налога, изменение периода владения, предоставление или наоборот завершение периода использования налоговой льготы. То есть вот все эти факторы в совокупности влияют на величину земельного налога. Что касается налога на имущество физических лиц, квартиры, дачи, жилые, нежилые помещения, то здесь размер налога складывается из величины интервьюционной стоимости. Она у нас индексирована по состоянию в сравнении с 1 января 2012 года на 1 января 2013 года, по сравнению с правительством Рязанской области в большую сторону. И также факторы, касающиеся ставок налога, ставки также определяются органами местного самоуправления в пределах потолков, то есть максимально возможных значений, которые предусмотрены законом России о налогах на имущество физических лиц. Ну и по транспортному налогу никаких серьезных изменений по ставкам не произошло в законе Рязанской области о транспортном налоге. Соответственно, общая налоговая нагрузка по транспортным средствам у нас измениться не должна. Вот основные причины. Если интересует более конкретная информация по муниципальным образованиям, как я говорил, что льготы и ставки по местным налогам, а местные налоги – это налоги на недвижимость, то, конечно, здесь нужно понимать, в каком муниципальном образовании, в каком поселении, городском, сельском или округе располагается тот или иной объект налогообложения. Где получить информацию о ставках налога или о льготах, действующих в более чем 300 муниципальных образованиях Рязанской области? Есть интернет-сервис Федеральной налоговой службы, я напомню, сайт налог.ру, имущество налоги, ставки и льготы. Вот там по всем муниципальным образованиям Рязанской области эта информация представлена. И слава богу, в очередях не стоять, не спрашивать. Конечно, конечно. Последний вопрос тоже народ спрашивает. Как можно оперативно получить разъяснение по всем налоговым вопросам? Ну, я вот сразу скажу, посмотреть нашу программу, да, и там многое будет понятно. Но есть ли все-таки? Мы сейчас будем проводить, и уже вступили в такую пору, достаточно интенсивную, горячую для налоговиков, интенсивно-разъяснительную кампанию. Это целый план мероприятий по информированию налогоплательщиков по типовым вопросам администрирования. Конечно, в первую очередь обращаю внимание на те же самые интернет-сервисы на сайте Федеральной налоговой службы. Тоже самое. Конечно, которые позволяют вам, не посещая налоговые органы, ответить на вопрос, а почему изменилась ставка налога? На каком основании и есть ли у меня возможность обращения в налоговые органы за получением налоговой льготы? Каковы сроки уплаты налога? Когда будет направлено налоговое уведомление, соответственно, и в случае необходимости, если налогоплательщик видит неактуальную, неполную, недостоверную информацию в налоговом уведомлении, к налоговому уведомлению приложен, соответственно, еще корешок, типовое заявление, которое можно отправить в налоговые органы. Мы, опять-таки, будем интенсивно взаимодействовать с рекордами, проверять такую информацию. Ну и постараемся мы охватить традиционными такими мероприятиями. Это широкомасштабная, повторяю, информационная работа. Она на различных площадках будет проводиться и в крупных торговых центрах, и, наверное, рязанцы уже почувствовали. Мы на постах ГИБДД проводим в взаимодействии с органами ГИБДД информационно-просвидетельской акции в мототрерах. И судебные приставы сейчас активно подключаются к работе по взысканию уже налоговых долгов. Да, вот только что хотел сказать. По имущественным налогам. Поэтому и мобильные офисы налоговой службы будут действовать во всех муниципальных образованиях. Все, большое вам спасибо. Всегда, как говорится, ждем. И спасибо за то, что вы ответили на все наши вопросы. Время платить налоги. Время платить налоги и спать спокойно. Всего доброго. Спасибо. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город. Подробности». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова